Так, теперь на ваше внимание представляем сравнение мототракторов 2018 года Гарден Скаут Т-15 и мототрактора Файтер Т-16 2018 года выпуска. Это minitractor.ukr. Подписывайтесь на канал и смотрите видео первыми. Это оба трактора поступили в продажу примерно в одно и то же время. В 2018 году Скаут более месяца назад мототрактор Файтер Т-16 поступил буквально на днях. Сейчас посмотрим по моторам данных тракторов. Вот, пожалуйста, вот такой вот тейтблок в Скауте 95 литровым объемом. Вот, если у вас, друзья, будут вопросы по объему камер сгорания в моторах, в следующий раз попрошу, чтобы открыть один ящик с мотором и, собственно говоря, взять сантиметр и померить, чтобы ни у кого не возникало сомнений по кубатуре, по мощности данных тракторов, по номинальной, по максимальной мощности, по путанице, которая происходит с некоторыми заводами и изготовителями. Но сейчас суть не в этом. Блоки, как вы видите, одинаковые. То бишь, что у мототрактора Файтер. Что у мототрактора Скаут идет? Обновленный уже шкив, более тонкий. Вот, обновленный. И улучшенный генератор, который тоже, как заводишь трактор, дает соответствующий заряд на аккумуляторную батарею. Вот. Теперь, по внешнему виду, мототрактор Файтер получил вот такой вот дизайн новый, аналогичный с Буатовскими, новый капот закругленный, с современной решеткой, фарами и с жаврами по бокам, для более эффективного охлаждения. Мототрактор Скаут остался в классическом, в классическом дизайне переднего, передней фары, решетки радиатора и, в общем, капота. Мототрактор остался в классическом дизайне. По габаритам эти трактора идентичны. Отличие, существенное отличие. Даже сейчас покажу вам по раме. По толщине металла рамы. Это Файтер. И вот мототрактор Скаут. То бишь, вот тут под передним мостом есть металлическая такая пластина, более усиленной конструкции. А здесь, как просто, снизу, вот таким образом, оно крепится передняя балка. По толщине металла, в принципе, разницы нет. Идем теперь по коробке передач. Коробка передач Файтер отличается вот таким новым рычагом блокировки. Ну и расположение рычагов, соответственно, один-второй по бокам. По мототрактор Скаут Коробка передач отличается, вот, вы видите, блокировка выведена вбок. Отдельно. А вот пониженные и повышенные передачи остались на своем месте. Остались на своем месте. Ну, месту оператора. Скауты, конечно, есть уже прорезиненные педальки, уже более так они если даже снять по толще. В мототракторе Файтер все немножко проще, как, грубо говоря, в Форд и в Буатах. Похожая система с неудобным сцеплением. Что сделаешь? По минусу, конечно. И навесной механизм. Прицепной навесной механизм. Видите, как отличается в Гордон Скауте цепь и сам механизм закрытого типа и мототрактор Файтер хоть уже и получил более аккуратный сам подъемный механизм, все равно цепь двухрядная, она значительно тоньше, как вы можете видеть, и находится в кожухе сбоку, то бишь, механизм открытый, более практичный по замене комплектующий, но механизм Гордон Скаут всегда был и будет оставаться более надежным. Вот. Это к вопросам, почему Скаут дороже, чем аналоги его. Сам механизм, сама КПП, которая считается более надежным. и единственный, повторюсь, единственный трактор, где есть литье 1.15, которая характеризует мощность данного трактора. мототрактора и файтера, такого нет. Идем дальше по мостам, по балке, в принципе. по мостам и по балке в принципе различий особых я не вижу. Там просто в Скалу эти колея уже раздвинута идет. Вот. И по толщине самой балки отличается просто окрашивание, то бишь, 50-я балка, что там, что там. вот. Вот такие вот. Если у вас еще не интересуют какие-то моменты более детально показать тех или иных тракторов поближе, вот сейчас показываю шкив КПП, то пишите в комментариях и будем делать видео. Если данных заявок будет много, делаем обзор конкретно по какому-то трактору, по каким-то там деталям его комплектующим более близко. Ружки Файтера ТПП. Сидение мото-трактора Файтера без пружин. Вот. И остается такая конструкция достаточно слабенькая. Вот. И сидение Скаут. Более укрепче оно выглядит. Ну, а так в принципе по своим габаритам. Трактора одинаковые по колесной базе. Трактора одинаковые, имеют одинаковую колесную базу. Количество приводных ремней тоже идентичные. Моторы этих тракторов тоже одинаковые. Резина, диски переди сзади тоже имеют одинаковый диаметр одинаковый размер. Вот такие вот мото-тракторы. Детальнее есть на сайте ссылочка в описании подписывайтесь смотрите видео. видео.